Сегодня открывается сезон? Ну, сезон как бы открылся 10 сентября, потому что 10 сентября был сбор труппы, и вечером было повторение юбилейного вот этого спектакля-концерта, концерта-спектакля, который к 100-летию театром и совет был показан весной, и вот его повторили. Я, к сожалению, не смогла быть, потому что у меня был съемочный день. И это вот прям, конечно, очень обидно, потому что это всегда очень трогательно. Люди вообще соскучились друг по другу, не виделись. Здравствуйте, Алексей! Друзья! Это очень, очень прочеркно, никак не сказать, трогательно и торжественно. Реально, мы открываем второе 100-летие театра. Это выполнено на нашу с вами жизнь, на нашу с вами историю. Хотя в августе мы играли спектакли, то есть у нас отпуск был не такой уж и большой. Это было буквально с конца августа до середины сентября, до 10-го числа. Ну и потом, здесь сейчас в театре мы советы, как раз ребята репетировали новый спектакль «Бременские музыканты». То есть у кого-то вообще вот этого кусочка отпуска, он выпал. Тем, кто дружит, не страшны тревоги, нам любые дороги дороги. Ну, все равно это всегда очень трогательно. И, конечно, я прям… Ну, мне рассказали, что это было очень приятно. И меня даже… Хоть меня и не было в зале, но меня поздравили там с моим прошедшим днем рождения. Там те слова, которые мне передали, для меня это очень… Я даже… В общем, мне кажется, и сейчас краснею. Это было очень приятно, да. Сейчас скажу о Юрии Александровне Высовской. Замечательная актриса. Разнообразная. Потрясающая. Очень ведет в ее жизни. Хорошо и замечательно, уникально играет. Создает уникальные обуви на экране последних фильмов, которые тут просто потрясающие игры с товарищами. На сцене много-да, верно мужу. Я ее предоставлю. Не согласились. У мужа, вот у мужа. Ну, муж нереальный, а у вас какого-то суда, только… Ну, так. Вот, другая. А сегодня мы играем спектакль «Цены супружеской жизни». Для меня это первый спектакль в этом сезоне. И вот буквально через… Вот сейчас я пойду, мы пройдем текст с Лешей Розиным. И через два часа вперед в путь. Я бы хотел тут начать. Наконец-то мы сейчас будем драться. Вот как я мог это терпеть, идиот? Что ты несешь? Все не так было, это все неправда. Неправда? А ну-ка расскажи мне свою правду. Да я за тобой ходила, как за малым детем. Да-да, и принеси. Мамочку себе нашел. Господи, да? Мне хочется орать от ужаса, через что мне пришлось пройти. Ты что о себе думаешь? Что ты несешь? Хватит! 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 Йо-йо-йо-йо. Какая драма. Да, драма, драма. Только разница между моей драмой и твоей, что я не опускаю руки. Я люблю жизнь, я буду жить. Да? Да, и радоваться жизни. Прекрасно. Замечательно, наконец-то. Начинаем становиться на людей похожих. И притворяться больше получается. Не надо. Давай, я тебе знаешь, что скажу, где была настоящая ошибка? Ошибка в том, что мы с тобой вообще встретились. Что мы с тобой влюбились, да, и решили жить вместе. Вот это там все и началось. Ну ничего, это мы сейчас быстро поправим. Сейчас мы это все подпишем и а-ля-улю, прощай, прости, моя любовь. Давай, да, да, да. Давай, адьес, сейчас делимся. Ты же не хочешь разводиться. Боже мой, что ты несешь какая-то чушь, девочка? Чушь? Ну давай подписывай. Сейчас я с тобой подписываю. Подписывай, прямо сейчас подписывай. Я подпишу, я сейчас найду, где это все подписывать. Ты не хочешь разводиться? Прекратишь сейчас. Ты мечтаешь вернуться ко мне? Ну посмотри на меня. Посмотри мне в глаза, признайся. Что? Слушай, у меня есть вопрос. Как раз, мне кажется, он относится к сегодняшнему спектаклю от наших зрителей. Нужно ли работать над отношениями в паре? Правда ли, что отношения – это труд? И как нужно работать над отношениями и над собой? Вопрос вообще не по адресу. Это нужно, человек должен, наверное, со своим психологом поговорить. Если человек сам этого не понимает, то это, как можно объяснить? Я считаю, для меня работа над собой – это, наверное, если не смысл жизни, то это хотя бы то, что спасает от бессмыслицы, которая возникает время от времени. И мне кажется, работа над собой – это то, что помогает избежать какого-то депрессивного состояния, которое помогает избежать каких-то сомнений. То есть это то движение и внутреннее, и внешнее, которое спасает от внутренних противоречий, скажем так. Смысл есть работать над собой. Как можно работать над отношениями? Не можно работать над отношениями, но как? Например, если ты отдаёшь себе отчёт, что другого человека нужно понимать, нужно пытаться встать на его место, нужно попытаться проанализировать его точку зрения, и нужно услышать какой-то аргумент, потому что аргументы возникают, если не ежедневно, довольно часто. Люди часто… Мы часто не согласны. У нас… Мы по-разному смотрим на какие-то вещи. То есть мы вместе 27 лет, и у нас по-прежнему есть какие-то точки, в которых у нас абсолютно разные позиции. И вот здесь очень важно понимать… Причём это не обязательно философские какие-то, да, или какие-то мировоззренческие вещи. Это могут быть конкретные бытовые вещи, это могут быть поведенческие вещи. И вот здесь очень важно не уходить в какую-то, знаешь, вот эту вот петлю, в этот штопор не заходить, но ещё мы это дома называем в бутылку не залезать, а попытаться всё-таки не верещать и орать «я права, я права, я права, как ты можешь, ты меня не слышишь, ты меня не понимаешь». И вот попытаться всё-таки слышать не только свою внутреннюю вот эту вот волну, которая тебя очень часто сносит, причём у всех бывает, но ещё и попытаться услышать волну другого человека и понять, как договориться и как раз найти такой выход из ситуации, если она конфликтная, то чтобы этот конфликт разрешить. Если этот конфликт неразрешимый, то есть вот, допустим, там какие-то точки зрения на какие-то вещи, то как вести себя таким образом, чтобы из этого не возникал конфликт, то есть не доходить до конфликта. Забота друг о друге – это тоже работа над отношениями. Вообще стараться, вот люди говорят, я слышала такую точку зрения, да я вот на работе работаю, ещё дома приду, ещё дома должна работать, чего ещё? А мне непонятно, мне кажется, когда я кого-то люблю, я стараюсь, я стараюсь, чтобы было хорошо. И мне совсем нетрудно принести кофе в постель, приготовить ужин, даже если я устала. Нет, ну бывает, когда нужно сделать усилие, бывает, конечно, бывает, что не могу, так вот, нет. Но в принципе, вот если говорить по большому счёту, мне это доставляет радость, что моё старание, моё усилие может вызвать улыбку на лице любимого человека. То есть для меня, вот это, ну, я это называю работой над отношениями. Ну да, то есть если это и труд, то ты трудохолик, соответственно, всё срослось. Ну нет, ну мне кажется, что тут такие, это такие вещи, всё зависит от того, чего ты хочешь. Если для тебя важно продолжать совместное путешествие в этой жизни, в этом мире с этим человеком, то, мне кажется, надо драить палубу на этом корабле, надо, чтобы кухня блестела, ну я так образно говорю, то есть надо, чтобы все отсеки там были исправны, и время от времени, наверное, кто-то решает, что он прав, потом тот другой, но тут вот очень важно держать курс в одном направлении. Вот когда в одном направлении курс лежит, то можно пережить любые конфликты, любые сложные ситуации, они бывают абсолютно у всех, это потому что мы всё равно все индивидуумы, и как бы, естественно, мы не можем целиком и полностью слиться и раствориться друг в друге. У нас всё равно остаётся свой какой-то внутренний мир. Но вот я думаю, что если есть созидательная идея, перспектива, что я хочу жить с этим человеком, и не будет всё гладко, но я хочу вот так вот провести всю свою жизнь с этим человеком, то тогда как бы это не та работа, которая не хочу я работать, пусть оно всё само складывается, не бывает ничего самого, не бывает самого. То есть, ну, наверное, есть там 0,00% людей, которые могут оставаться в хорошей физической форме, не прилагая никаких усилий, есть люди, которые не следят за питанием и могут оставаться там, при этом не поправляться, или просто не выглядеть плохо, не иметь там тусклый цвет лица, ломающиеся ногти, плохие волосы, плохую кожу. Всё это для пары на времени в любом случае. Вот, то есть, если это тоже, понимаешь, вот эта вот работа. Точно так же, если ты не работаешь над своей карьерой, оно само собой ничего не произойдёт. Если ты вот каждый день, если вот так при себя, если я выходя на сцену или репетируя, или снимая программу, если я это не делаю настолько хорошо, насколько я могу, то это рано или поздно в тартаре, и всё полетит. Так то же самое в личных отношениях. По-другому не бывает. Если ты не работаешь над воспитанием своих детей, если ты не вкладываешь в них образование, в то, чему они учатся, и как они вообще развиваются, то то же самое ты что посеешь, что пожнёшь. Поэтому отношения, они ничем не отличаются от всех этих сфер. Динамика отношения мужчины и женщины, она анализируется вечностью. Всё всегда. И она остаётся вечной. Сейчас так удобно, что цветы можно... Ну, приятно, конечно, пойти собрать букет. Если ещё флорист толковый, ты с ним найдёшься пойти собрать букет на дачу у себя. Это понятно, это всегда, это и гораздо приятнее. Нет, но всё равно, когда флорист толковый, ты с ним можешь обсудить, и всё это, конечно. Помнишь, мы даже как-то с одной девушкой приглашали её, она нам рассказывала, как собирать мужской букет на День учителя. Да, да, да. Что-то такое было. Ну, это вообще... Ну, это просто бомба. Всё. Феерия. С ягодами? Да. Этот букет тоже мужской готов. У меня вот сейчас, вот этот, например, букет, он... Ну, мне его подарили. И у меня сразу возникла идея, что вот такие букеты можно собирать, знаешь, существует такая платформа, и ты выбираешь цветы. У меня есть такое приложение в телефоне. Ты сам составляешь букет. Круто. Да, то есть это такая лавка, которая виртуально, ну, как бы виртуально ты выбираешь там. Я хочу георгины, я хочу... Всё, это отличается от того, что обычно предлагают. Обычно предлагают варианты букетов. Вот. А ты собираешь сама. А ты собираешь сама. Да, вот, кстати, вот все мои букеты, которые у меня были на съёмочной площадке, у меня такая прекрасная, я считаю, сложилась традиция, у меня каждый... Ну, в общем, у меня прекрасные букеты на съёмочной площадке в моём гримировальном вагончике. И вот там прям вот это вот, мы там доходили, ну, начала всё это вот моя помощница Аня, вот, она нашла этот сервис, и потом уже мы прям... И с моим гримером Лена, и с гримером с Надей, которая лицо делает, да, Лена волосы делала. И мы прямо каждый день ждали, какой же... Как же будет эта другая комбинация. Очень здорово. И цены, кстати, вполне себе такие, ну, изменяемые очень. Когда можно что-то сделать вот так через приложение, это так удобно. Вот мы сейчас, конечно, совсем мало путешествуем, но я точно знаю, такого спектра услуг онлайн, которые есть в Москве и в Петербурге, ну, то есть в наших больших городах, да даже вот у меня мама в Новочеркасске живёт, я отсюда, из Москвы, заказываю ей букет в Новочеркасске. Конечно, там ещё не дошли, нет такого сервиса, когда ты можешь собрать, но там огромное количество, во-первых, готовых букетов, а потом ты всегда получаешь фактическую фотографию перед отправкой. И если тебя что-то не устраивает, ты можешь, ну, связаться с ними, позвонить и сказать, там, добавьте вот этих, или уберите этих, или сделайте его чуть более объёмным, или замените бумагу, в которой вы... То есть ты прямо контролируешь процесс. Я тут пыталась заказать в Португалии букет, заказала одну, а потом мне именинница присылает фотографию с благодарностью, и у неё в руках такое, что просто... Это мне очень стыдно. Пару лет назад я тоже так была не в Москве, и мне прекрасная одна девушка Маша Козеева тоже заказала букет, и я ей радость, когда отправляю фотографию, вот букет, и вот такое... И потом, и так, тишина, ответ ничего, никакой. Я тогда звоню, говорю, Маша, мне очень понравилось. Она говорит, да, интересно, эти люди понимают то, что... То есть вот здесь у нас такое просто, в принципе, исключено. И более того, разнообразие услуг, то есть я уже не говорю, прям, мы уже привыкли, что доставки продуктов, доставки еды из ресторанов, из кафе, обувь, одежда. И, конечно, меня радует, я об этом не устаю с тобой вообще это обсуждать, приложение, которое у меня стоит в телефоне, это аптеки Планета Здоровья. Да, оно у нас у всех теперь стоит. Да, потому что это... Сейчас покажу тебе. Это не просто приложение, в котором ты можешь заказать какие-то медикаменты или что-то для красоты, как говорится, красоты и здоровья. Это просто палочка-выручалочка. Если мне что-то нужно, какие-то БАДы. Очень широкий спектр продукции, но тоже есть онлайн-консультация. Очень удобно, что ты можешь забрать по дороге, ну, удобная точка. Оплачиваешь уже, приходишь, просто забираешь собранные, уже оплаченные, собранные. Ты не находишься по аптекам, не везде все есть, а здесь все в одном месте, тебе уже соберут. Если берут, то самое главное, ты не тратишь время на очередь, чтобы стоять. Потому что в аптеках довольно часто много на моду бывает. И они чихают довольно часто. Нет, кроме шуток. Да, ну вот сейчас еще я тоже запасаюсь всякими такими противовирусными препаратами, потому что говорят, за этим вот красивым сезоном, таким золотым, который сейчас погода-то стоят какие-то замечательные, ждет нас такой эпидемиологически непростой сезон. Он уже начался. Да. Так что пора запасаться и противовирусного тоже. Так что вот да, пожалуйста, планеты здоровья нам в помощи. Когда первый букет тебе подарили, ты помнишь? Да. Я помню. Вам не расскажу. Нет, правда, я помню. У меня... Это была моя первая любовь. Это было в городе Баку. И мы были оба очень застенчивые, очень такие... Это смешно. Это такая классическая советская первая любовь. И его звали Максим. И Максим мне... Мама у него работала в ботаническом саду. И Максим мне подарил розы. Их было семь штук. Они были такие... И вот когда она вроде бы светлая, а раскрывается, и остается темно-бордовой. Они стояли невероятно долго. Притом я еще тогда не умела ухаживать за цветами, что подрезать их нужно. Ну там я не знала, что нужно добавлять или сахар, или аспирин. Вот есть всякие, да? Там или лед в воду. А вот... Ну все, что я знала, что нужно менять воду как можно... Ну ежедневно, там через день. И они стояли очень долго. Мне кажется, может даже две недели больше. И они раскрывались вот так медленно. И это было... Да, я реально... Какая прелесть. Да, я реально помню, он стоял на пианино, этот букет. Это было очень красиво. О! А потом у меня был один букет, мне было смешно. Как раз я... Моя первая доставка цветов! Это было очень странно. Я училась в Минске. Я закончила первый курс. Можно сказать, что это была моя вторая или третья любовь. Я сейчас сбилась со счета немного. Вторая с половиной. Вот. И я на свой день рождения у дедушки и бабушки в Новочеркасске. И утром 16-го звонит телефон. Ну вот мой день рождения. И там такой женский голос. Здравствуйте, вы Юля? Да, нам очень нужно встретиться. Я так как-то... Зачем нам встречаться? Ну, как ты, знаешь, с незнакомыми не нужно встречаться. Ну, вот у меня есть дело. Мне нужно с вами встретиться. И, в общем, я так засмущалась. Потом эта женщина перезвонила и что-то еще сказала. Ну, мы где-то с ней договорились встретиться. И потом вот я уже собираюсь выходить. И я не поняла, для чего нам нужно встретиться. У меня всякие разные подозрения в голове. Ну, может, он мне хоть что-то такое рассказать. Я не знаю, какую-нибудь тайну про моих родителей. Я, например, своего отца никогда не видела. Или еще что-то. То есть у меня какие-то такие мысли. Он звонит, говорит, я не приду. И положила трубку. А потом оказалось... И все-таки он нашел кого-то. Только я даже до сих пор... Наверное, денежный перевод он как-то оформил. Потому что это был 91-й год. Наверное, Советский Союз. Он как-то, не знаю, до конца уже развалился. Не до конца. И август. Вот август 91-го года. Ну, и молодой человек какой-то принес мне этот букет. Владиолусы. Ко мне уже домой прям постучал в дверь и отдал. У тебя очень красивые гладиолусы сейчас дома стоят. Да. Мы как раз недавно обсуждали, что гладиолусы – это прекрасно. Очень красиво. Да. Редактор субтитров А.Семкин